Азербайджан 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 И в этой связи я провел исследования Я очень часто на протяжении, скажем так, вот этих лет общался с представителями ваших средств массовой информации В том числе и комментировал, и даже послание президента Комментировал вопросы, которые связаны были с обеспечением безопасности на Южном Кавказе До этого я работал в дипломатической сфере и был проректором дипломатической академии Кыргызстана. И, конечно, эти вопросы для меня были известны. Азербайджан, так же как и Кыргызстан, нам известен еще с советских времен. В 1997 году был заключен договор о дружбе и сотрудничестве с Азербайджанской республикой. В 1995 году, в рамках празднования тысячелетия эпоса Манас, в то время президент, лидер Азербайджана, уважаемый Едар Алиевич, посетил Кыргызстан, где он выступил с речью, где, соответственно, очень важные аспекты он обозначил. Я хотел бы просто на этом, может, остановиться. Он выступал и на официальном языке, на русском языке, и на азербайджанском языке. Что нас особенно объединяет, это наше тюркоязычное, так сказать, общее. Поэтому, конечно, для меня Азербайджан, он всегда носился к категории, во-первых, братских стран. Рыгызский народ всегда сопереживал эти сложные моменты и искренне радовался успехам и достижениям братского азербайджанского народа. Для меня страна Азербайджана, она знакомая, братская. Я думаю, что та миссия, которая возложена на меня, это доверие президента нашей страны. И я недавно вручал верительные грамоты уважаемому Ильхаму Алиеву по превосходительству. И мы имели эту возможность проговорить и перед камерами, и после камер о том, что Тилисбирь, Винвизбирь, фундамент, еще раз хочу сказать, о тех межгосударственных нынешних отношениях заложил еще Гейдар Алиевич. Личность выдающаяся, легендарная. И я думаю, что сейчас и у руководства Кыргызстана есть понимание о том, что нам необходимо то, что и так происходит исторически. У нас даже без экономических отношений всегда будет потребность в общении. И я думаю, что одна из этих важных задач, конечно, это развитие культурно-гуманитарного сотрудничества, чтобы мы больше узнавали друг о друге. Ваши родители вас воспитывали как политолога, как профессора юридических наук, как, ну, они вас воспитывали так, чтобы вы добились успеха. В этом передаче мы хотим именно вашу личность показать нашим зрителям, как пример успеха, как пример личного успеха вашего, чтобы и получать ключи, которые они вот молодые смотрят, смотрят, вот как он добился этого. Конечно, вообще человеку должно три раза в жизни повести, повести, то есть, чтобы удача улыбнулась. Значит, это первый раз, от кого родиться, ну, все-таки есть наука генетика. И это очень важно, есть воспитание. Я благодарен Всевышнему, что у меня такие родители, они живы, дай бог им здоровья. Значит, отец у меня советский полковник милиции, очень уважаемый юрист в стране, сейчас ветеран органов внутренних дел. И мама у меня тоже работала, значит, в правоохранительной системе, она работала в пенитенциарной системе, даже была начальником колонии. Так что я получил достаточно строгое воспитание изначально. Значит, я родился старшим сыном. И, естественно, когда человек, у нас четверо семьи, после меня три сестренки, естественно, что старшим всегда больше требований, больше ответственности. И, конечно, это наклад свой отпечаток. Вот, это первое везение, вот, от кого родиться. Второе везение, у кого учиться, то есть, кто твой учитель. Если получаешь хорошее, качественное образование, если это педагоги, которые не просто там сосуд наполняют знаниями, они зажигают этот сосуд, проявляют, открывают какие-то скрытые возможности в ученике, скажем так, да. Мне тоже второй раз повезло, потому что я получил достаточно хорошее образование еще. Получается, я в 90-м году поступил в один из самых престижных милицейских вузов страны, Омской высшей школы МВД СССР, милиции. И закончил в 94-м году с отличием. А до этого закончил школу с медалью, с медалью, потому что всегда мои родители и мой отец, в частности, он всегда поощрял какие-то лидерские качества. То есть ты должен быть, стараться быть первым в учебе, какой-то другой активности там. И, к сожалению, допустим, у меня в спорте не удалось продвинуться по объективным причинам, но я сконцентрировался на том, что старался быть первым в знаниях. Учился, потом у меня была возможность очно закончить аспирантуру в Москве в Академии МВД Российской Федерации. Там я защитил кандидатскую. Был, по-моему, одним из самых молодых кандидатов юридических наук. 24 года кандидатскую защитил. В 32 защитил докторскую диссертацию там же в Москве. И, естественно, имел возможность повышать квалификацию в очень серьезных учебных заведениях. Это тоже очень важно. Ну и третье везение – это на ком жениться или за кого замуж выходить. Круг замкнулся. Да, это тоже очень большое везение, потому что нужно очень правильно выбрать спутника жизни, супруга, которая должна быть поддержкой во всех отношениях. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Ее интерпретируют еще в другую сторону, что, может быть, тоже правда. Но, тем не менее, это очень важно. Супруга, дети. И в этом смысле, я думаю, что составляющая успеха – это синергизм, то есть эффект взаимодействия всех этих элементов очень важных. Ну и к этому всему всегда нужно приложить определенное усердие, старательность. Под лежачий камень вода не течет. Нужно всегда понимать, относиться ко всему к оптимизмам. Если где-то какие-то двери не открываются, это означает, что где-то они в другом месте откроются. Надо всегда стараться, надо искать возможности. Нельзя, когда, так сказать, что-то не получается, отчаиваться. Надо работать. Самое главное – надо ставить цели. Я, например, привык планировать на 5 лет, на 10 лет, на еще большую перспективу какие-то эти вещи. Что-то, если не получается, что потом надо работать по другим направлениям. Поэтому для того, кто что-то ищет, для того, кто не отчаивается и кто старается делать, успех всегда будет, правильно сказали, что все-таки родители. Родители – это первая важная составляющая. И здесь родители, у меня тоже родители, у меня тоже дети. Оказывается, все-таки самые важные элементы воспитания – это личный пример. Как правило, это срабатывает. Как вы выбираете друзей? Друзей много не бывает. Их не может быть. Если вы вспомните скифов, это наши очень древние-древние тоже родственники. Кстати, они кочевали здесь, в этих районах, чуть-чуть выше, в Черноморье. Так вот, у скифов считалось, что у друзей может быть 2-3-4, не больше. Если человек говорил, что у него друзей там 100 тысяч и так далее, то к этому скифу относились с некоторым неуважением. Считалось, что у нормального воина скифа может быть только лишь 3-4. Это узкий круг. Я где-то с этим согласен. Очень крепкая дружба, которая зародилась где-то в детстве. Почему? Потому что в детстве мы не смотрим, какой у него капитал, у этого знакомого, который другом становится. Мы не смотрим, какого он происхождение, какой он национальности. Потребности души, если они еще связаны с потребностью ума, то есть это уважительные отношения, то в этом случае это и есть то, откуда складываются отношения дружбы. В зрелом возрасте друзей находят, ну, говорят, что находят по интересам. Интереса сегодня есть, завтра их нету. А потребности души остаются или нет? Вот они самые искренние, они в детстве. Вот поэтому я думаю, что друзей много быть не может, настоящих друзей. Может быть, там, три, четыре, пять. Остальные по объективным причинам это хорошие знакомые или просто знакомые. И к друзьям надо относиться, конечно, очень бережно. Я могу назвать максимум пять тех людей, которых называют своими друзьями. Остальные все хорошие знакомые или просто знакомые. Сейчас такая эра, интернет-эра, да. Тут очень много, вроде много информации, но большинство из них фейковой информации. Каким способом вы фильтрируете информацию и получаете правильную информацию? Потому что сейчас очень много фейковой информации. Во-первых, для того, чтобы ее анализировать, нужны какие-то определенные познания. Нужен комплексный взгляд, да. Поскольку законы Геббелеса о том, что есть чем чудовищнее ложь, тем она эффективнее работает, и можно так сформулировать. Они в наше время очень четко доказали свою состоятельность. Поэтому, конечно, любую информацию надо перепроверять. Это вопрос касается источников. Если мы говорим о каких-то, скажем так, источниках, есть такие сайты, которые, я не буду перечислять, я их знаю, у меня есть пул сайтов, которые, ну, просто нельзя терять времени что-то оттуда читать. Есть проверенные источники, есть проверенные журналисты, есть официальные источники. Но я еще раз говорю о том, что прежде чем пускать в ход какую-то информацию, всегда ее надо перепроверять раз, верифицировать. Во-вторых, ее нужно анализировать с точки зрения рисков, как она, в каком направлении может быть использована. Думаю, что вы любите книги. Мне интересно, какие книги вы любите читать. Мне интересны ваши советы, с чего начинать надо читать. Мне очень повезло, что у нас изначально в семье был культ книгочтения. Отец у меня хоть и работал в правоохранительных органах, он всегда покупал книги. У нас всегда были хорошие книги в семье. Я читал много книг в детстве. Конечно, это больше такого плана, как исторические. Я еще в третьем классе прочитал трилогию похода Чингисхана. Чингисхан, Батык, Последнее море, писателя Яна. Я потом перешел на Жюль Верна, практически все прочитал. Потом то, что рекомендовали Джека Лондона, начиная от Белого Клыка, заканчивая другими. Марка Твена. То есть идет от простого к сложному. Я, конечно, читал произведения наших рыжих писателей. Есть и детские писатели, есть более такого исторического плана. Там Цинган, Калач, Сломанный меч, тоже он исторический план. Но он воспринимается гораздо сложнее, когда уже в старших классах, когда ты уже понимаешь, когда читаешь, о чем это. Ты не знаешь, что ты читаешь, и на третьей странице ты засыпаешь. Были времена, когда меня даже наказывали, когда с фонариком сидишь, книжку читаешь, потому что надо спать, а ты сидишь, читаешь, а свет выключает. Вот как это интересно было. Когда ты читаешь, ты живешь в своем мире. И вот у меня, допустим, есть мечта. Когда-нибудь пройтись по тому маршруту, который прошли вот эти герои, посмотрели эти приключения. А Жюль Верн, оказывается, написал, вообще даже не выходя из своего кабинета, можно сказать, эти приключения писал. Вот насколько это талант. Поэтому есть сокровища мировой литературы. С минимумом этих сокровищ каждый образованный человек должен ознакомиться. Я люблю, почитаю и русскую литературу. Это и Достоевский, и сложных, конечно, да. Там, братья Карамазова, и «Идиот», и «Преступление, наказание». Это человек написал, находясь фактически на каторге в таких условиях. Я с удовольствием читал Гумилёва, значит, вот его изыскание о евразийстве, так называемом, да. О тюрках, о гуннах. Во-первых, о гуннах он писал там. Это наши прапрапрародители. Очень интересный взгляд. А вы почитайте, где он это написал, как он это написал. Его же ссылали несколько раз, значит, в тюрьме. Он просидел в Карлаге, сидел, значит, будучи в этих библиотеках. Ему с Москвы присылали, его мать-поэтесса присылала. И он сидел, писал диссертации докторские написал. Блестящие диссертации, которые положили развитие вообще нашей истории, в том числе и в тюркологии очень большой вклад, значительный вклад. Понимаете, это люди, которые писали через страдания, через то, что сопереживали. И таких много историй, понимаете, да? И я считаю, что каждый просто обязан с минимумом вот этого сокровища ознакомиться. Национальная литература, истории, с культурой. Айтматов. Да. Ну, в первую очередь, конечно, вы сами об этом сказали, для нас выдающийся абсолютно планетарным значением наш великий писатель Чингиз Айтматов. Айтматов – это вообще вселенная. Кстати, Айтмату тоже уже нужно приходить уже после того, как посчитал более такую легкую литературу, потому что там очень много философического. Манас – это живая история всех турков, которые продолжаются сегодня сочиняться. Это очень известно по всему миру. Я хотел узнать ваше отношение к Манасу, и все, что вы можете про Манасу вам рассказывать. Эпос Манас входит, во-первых, в коллекцию нематериального культурного наследия, всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Манас – это эпос, который легендарный, который не имеет аналогов, он уникальный. Из записанных, это же Манас – пример устного творчества, народного творчества. Его записали в конце 19 века. Первый раз была попытка. Записывали в начале прошлого века. И этот Манас, записанная версия, больше, чем полмиллиона строк. Манасчи – это люди, которые читают этот эпос Манас, устно читают. Это тоже очень интересный, уникальный пример, когда их, кстати, у нас очень много. У нас преподается такой предмет – Манасоведение в каждых школах, в вузах преподается. Культ Манас, эпоса Манас в хорошем смысле. Есть, он даже заложен в преамбуле Конституции Крыговской Республики. Это те знаменитые «Семь заветов Манаса». Вот, Манаса Великодушного. Каждый сказитель приносил все свое. Но это не выдумки, скажем так, этих сказителей. Кстати, некоторые сказители могут сутками, без, так сказать, остановки, рассказывают про этот Манас, про самого Манаса, про народ, который пережил трудные времена, которого объединил Манас, который дал отпор, значит, завоевателям, который привел к процветанию, которого, в общем-то, подло убили враги. Эпос Манас наверняка можно назвать эпосом тюркского народа или народа тюркского мира. Вот, с ним надо, значит, знать его, ознакомливаться. Я надеюсь, что с моим, так сказать, с моей миссией, культурно-гуманитарной ее составляющей, я приложил максимально свое усилие для того, чтобы этот эпос, он популяризировался. Соединился сейчас, такой турецкий совет уже перешел на туркскую государственную организацию. Как вы думаете, вот сейчас мы говорим о соединении, типа, турецких стран, ну, мы общаемся на русском языке пока. Что мы должны делать, чтобы в будущем создался общий туркский язык, чтобы мы смогли все понимать? Есть логика намерений, есть логика обстоятельств. И логика обстоятельств, она всегда сильнее, чем логика намерений. Вы сейчас говорите о логике намерений, о том, чтобы создать один тюркский язык общий. Я не филолог, но могу сказать, конечно, корни и семантика в определенной степени, она единая. Например, я понимаю, азимбаржанский язык, по-моему, процентов на 40-50. Турецкий понимает на 30-40. Узбекский понимаю на 60-70. Казахский понимаю на 90%. Вот. И туркменский, кстати, чуть больше, чем турецкий язык. Это, может быть, под 60%. Вот. И про узбекский, по-моему, узбекский говорил. Просто есть эта основа. Но если предпринять какие-то меры для того, чтобы сблизить максимально, у нас языки будут тоже сближаться. И логика обстоятельств нынче такова, что мы сейчас с вами говорим на русском языке. Я ничего плохого в этом не вижу. Чем больше языков знает человек, тем более молодой человек, это открывает для него больше возможностей. Надо это правильно понимать. Я могу с вами говорить на английском. Я могу говорить с вами на русском. Я могу попытаться говорить на азербайджанском, кыргызском просто для удобства наших восприятия и для перевода текста. Мы говорим на русском. Это логика обстоятельств. Русский язык – это один из мировых языков. Это язык объединенных наций, организация объединенных наций. Один из языков. Аж как и английский. Если получится так, что тюргский язык, который где-то в основе своей тоже станет таким востребованным и будет одним из языков, скажем так, объединенных наций, организация объединенных наций, ну почему бы и нет, в принципе, да? Есть логика намерений. Поэтому надо, значит, понимать, что у каждого народа из тюркских государств были определенные, скажем так, наслоения, влияние языков. Мы должны поддерживать свои национальные, государственные языки, потому что основа устойчивости наших этносов – это языковая опора. Как только эта базис языковая опора начинает ломаться, ломается сам этнос. Поэтому надо поддерживать эти языки. Если будут тренды на это есть, если будет тенденция это развиваться, я думаю, это очень хорошая перспектива и начало. Нашу культуру не знает Кыргызстане. Мы не знаем ваших творческих людей, мы не знаем научных людей. Я думаю, что это надо совместные какие-то проекты делать, там создаться, вот сейчас думаю, делать, создать определенную турецкую такую медиаплатформу, где создать один такой канал. Надо побольше популяризировать. Мы даже знаем больше, например, зарубежных исполнителей, чем Кыргызстский. И у вас тоже самое, да? То есть я думаю, что вот если создается какой-то союз, объединение, я думаю, что это больше культурное должно быть. Ваше отношение к этому мнению? Конечно, у нас есть общие черты, общие корни именно культуры. И где-то это все, какие-то новые грани. Все-таки мы в глобализирующемся мире живем. Все это накладывает свой отпечаток. И может быть даже ходить не надо далеко за примерами. Телеканалы или там YouTube канал и так далее. Любой из них это все-таки влияние на умы, настроение. Это пропаганда по большому счету. Она должна поддерживать на уровне государства. Если то, что делается в плане там инициативно или там стихийно, да, оно не имеет эффективности очень большой. Вот я, например, вот в предел своей компетенции тоже вот хотел бы, планирую на следующий год привести труппу Кыргызского драматического театра. Поставить, значит, две пьесы как минимум. Это и дольше века длится день по мотивам, значит, соответственно, повести Чингизайтматова. Это тема манкуртов на вот тех людей, которые забывают про свое прошлое, предателей там и так далее. Она больше связана с репрессиями. Я думаю, она найдет отклик в азербайджанской аудитории. Вторая постановка – это Семетей, сын Манаса. Тоже она очень сильно, думаю, будет востребована. Они будут играть на кыргызском языке. Я думаю, что и перевода не нужно, потому что язык очень похожий. Это будет восприниматься, тем более игра, значит, наших известных актеров, она даст этому для этого почву. Поэтому мы вот так вот будем это делать. Давайте двигаться вместе. Мы не против, чтобы проводились Дни культуры Азербайджана, значит, в Кыргызстане. Жизнь не всегда глотка, иногда бывают упады, иногда человек попадает в депрессии. Мне интересно, как Кайрат Бейк… И репрессии тоже. Да. Кайрат Бейк, как выходит из такой ситуации, откуда он находит силу подниматься, типа, продолжать дальше? Любому человеку всегда посылаются испытания. Это может быть болезни, это может быть репрессии, вот, которые становятся источником депрессии. Это и какие-то личные трагедии, потери близкого человека. Разные, перечень очень большой, да. То есть, я бы процитировал Ченгиза Айтматова, такое кредо жизненное, да, о том, что важный, главный подвиг человека – каждый день оставаться человеком. То есть, в любых ситуациях сохранять свои лучшие человеческие качества. Ну, и САБР, да, это терпение. Любой, конечно, терпение – это очень важно, но всегда нужно делать попытки, не просто, так сказать, сдержать вот это испытание, там, удар судьбы и так далее. Нужно искать сразу варианты выхода из ситуации. Одним из таких вот способов – это заняться какой-то работой, отвлечься от какой-то проблемы, сменить род деятельности. Надо бороться с самим собой. Только сам человек сам себе поможет, поверьте мне. Ваша работа, большинство внутри кабинета, да, вы вообще ходите в природу, ваше отношение к природу. Как вы считаете, сейчас современный человек, он закрылся в этих бетонных джунглях, да, в асфалте, и мы как-то уже выровняли все свое вот это, то, что нас связывало с природой. Природа молчалива и мудра, а человек поверхностен и болтлив. То есть это противоположность. Противоположность должны тянуться друг к другу. У меня бывают такие моменты, когда не хочется общаться с людьми. Вообще. Вот тогда в эти моменты вот лучше куда-то уехать, погулять. У нас горы, кстати, очень красивые. Либо просто поехать в деревню, поил, там поработать в саду, поработать, там сено покосить, там что-то там покопать, что-то там физически поработать. Это очень важно, потому что всегда надо менять род деятельности. Вот поэтому, конечно, если даже найти какие-то вопросы, то есть ответы на вопросы, какие-то сложные, их очень легко найти. Вот на уединении с природой. И я хотел сказать, что один из заветов Манаса, это есть гармония с природой. Гармония с природой. Поэтому мы часто эту гармонию теряем. И это сказывается очень плохо. Психологически, физически, от того, что мы сидим в этих каменных джунглях, каждому человеку надо двигаться, надо дышать чистым воздухом, надо работать физически упражнения. Поэтому надо нахажить эту гармонию. Спасибо. Спасибо. Я очень рада. Первый день я расскажу о том, что я обладаю в Кыргыз. Я расскажу о том, что я обладаю в Кыргыз, я обладаю в Кыргыз, Азербайджан, мы разбились в Кыргыз, Бортыш – наши конечные людиna. Я хочу придать честь всех видений и друзей, а в originности с оформлений Боргьют, это Leah Веркин, яemary, в этом нет. В Азербайджан ибяг, Я благодаря той момент, как я с槍 очень важный момент, у них тенденции разные. Большое спасибо. Слава вам. Субтитры создавал DimaTorzok